Иакова 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 Это первая глава. После встречи с Нафанаилом, Ишуа сказал ему и всем ученикам, «Истина, истина, говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Точно такая же картина была показана Иакову. И далее Бог подтверждает в точности то благословение, сам Бог подтверждает, то благословение, которым благословил его отец, благословение Авраама. И, конечно, Иаков был в таком состоянии, когда ему нужна поддержка, ему нужно было подтверждение. И бывает, вот у меня бывает такое, что я сомневаюсь, правильно ли я поступаю. Может быть, я отклонился, может, что-то не так делаю. И я благодарен Богу за то, что через своих служителей, через своих посланников, он неожиданно подтверждает то, что я делаю правильно. Приезжает, например, наш друг пастор Роджер Финч, и когда он учит, когда он рассказывает, я слушаю, я вспоминаю то, что я говорил, то, о чем я молился, то есть просто Бог через него подтверждает, как он мог знать, о чем я думал, о чем я молился. Вот пришел человек и подтверждает мне это. И, наверное, в вашей жизни тоже подобные вещи происходили. И впереди у Иакова очень непростые события, очень много сложностей, много трудностей, но и много благословений. И Иаков увидел Рахей. Он, когда ее увидел, он влюбился в нее, и он заплакал. Пишется, что он заплакал. Ну, как-то немножко странно выглядит, да? Влюбился и заплакал. Ситуация была такой, что ну, он в чем был, так и убежал. И он вспомнил, что его папа вот сюда же посылал своих слух и с большими подарками. Вот. И тут он видит девушку, влюбляется, и у него, он понимает, что он голый и босый, ничего у него нет. И он понимает, что вот это та девушка, которая, это мне. Это... Он сразу влюбился, он понял, что это... Это я все сделаю, чтобы она была моей женой. Ну, очень расстроился, что ничего у него нет. Очень был расстроен этим. И... Бог, Он благословляет, Бог утверждает Иакова, Он благословляет его, и Бог говорит ему, что у тебя все будет, все впереди, не сейчас, но у тебя все будет. У тебя будет и богатство, у тебя будет... То есть я тебя так благословлю, как ты себя даже не представляешь. И... Я хотел вот поговорить о снах. О снах. Сон — это один из сны и видения. Это инструменты, которые дает нам Бог для того, чтобы мы могли эффективнее, быть эффективнее для того, для того, чтобы мы понимали, куда мы движемся. И здесь, в этой главе, промежуток времени, это 20-летний промежуток жизни Иакова. 20 лет он живет у Лавана. И вот о первом сне я уже рассказал. И... Он прожил очень непростую жизнь у Лавана. Лаван был очень такой злобный, искусный манипулятор, с которым очень было сложно. Наверное, каждый из нас встречался с подобными людьми. То есть они постоянно что-то меняют, какие-то подвохи устраивают. с такими людьми очень сложно взаимодействовать. Но Бог давал мудрость Иакову. И вот далее, Бог через сон показывает Иакову, что ему пора уходить. И второй сон Иакова, это 31 глава, 10 стиха. Однажды в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне вот козлы, поднявшиеся на скот, пестрые с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне, Иаков, я сказал, вот я. Он сказал, возведи очи твои и посмотри. Все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые с крапинами и пятнами. Ибо я вижу все, что лаван делает с тобой. И Бог, явившийся тебе в эфире, где ты возлил елей на памятник, и где ты дал мне обед, теперь встань, выйди из земли этой и возвратись в землю Родины твоей. И Бог ему говорит, все, тебе пора уходить, больше тебе опасно оставаться. Опасно оставаться у лавана, потому что он здесь, перед этим пишется, в таре пишется, что лицо его уже было не таково. Сыновья лавана, они начали завидовать Якову, начали настраивать отца против Якова. И чем дальше, тем Яков он видел, что приближается какая-то очень большая неприятность, и Бог, сам Бог ему говорит, беги отсюда. И посовещавшись с женами, Яков, очень важный момент посовещаться, поговорить, сообщить, что нужно было предпринять, потому что такого, увы, не было у Ицхака, то есть он не, из-за того, что он не совещался, из-за того, что он недостаточно общался с женой, произошли неправильные вещи. И Бог является не только праведником, Бог может явиться и фараону, и царю, и человеку злобному. И пришел Бог к лавану, аримиянину, ночью во сне, и сказал ему, берегись, не говори, Якова, ни доброго, ни худого. Вот интересно, а почему же доброго не говорить? Ну, в таком извращенном уме, как который был у лавана, для него доброе, оно не доброе. То, что он считал добрым, оно не являлось добрым. И далее он, когда догнал Якова, он начал угрожать ему и говорит, есть в руке моя сила сделать вам зло, но Бог Отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, берегись, не говори Якову ни хорошего, ни худого. И интересный вообще вот этот инструмент сон. Каждому из нас бывает так, что снятся такие сны, ну, ты сразу, когда просыпаешься, ты понимаешь, что это непростой сон, что этот сон, он что-то особое значит для тебя, это что-то Бог, сам Бог тебе говорит или предупреждает, или направляет тебя куда-то, или показывает тебе, что впереди тебя, у тебя служение или что-либо такое, то есть Бог предупреждает. и такой инструмент Бог создал для того, чтобы, для того, чтобы, увы, после падения, после того, как, после грехопадения человек лишил себя того общения, которое имел Адам. И Бог является во снах, Бог через видение говорит. И я бы, ну, вот, когда нам снится сон, что мы делаем, да, кто-то имеет опыт и понимает, что Бог ему говорит, но сны, они бывают, их нужно разгадать, их нужно расшифровать. Впоследствии у Иакова родился сын Иосиф, его любимый сын, который его называли толкователем сном, он умел разгадывать сны, фараон его, вы помните, эту историю призвал, для того, что никто не мог разгадать сон, Бог давал ему понимание, толкование, понимание, что снится человеку. Он людям ходил, то есть, люди спрашивали, узнавали об этом, он им все объяснял. И когда нам снится сон, и мы не совсем понимаем, что это значит. И мы идем к Рэбе, ну, вот если Рэбе уехал, что делать? Да? И если уже нужно вот в ближайшее время принимать решение, а когда Рэбе приедет, ну, может быть, уже все и произошло. Ну, так. Нам нужно учиться, нам нужно учиться. И я хочу порекомендовать вам очень хорошего учителя, учителя, который известен в этом направлении, толкование снов. У него было очень много учеников, у него много трудов на эту тему. Потому что, увы, люди не понимая, бывает, попадают на шарлатанов, это опасно. Но этот учитель, он учит на основании Священного Писания, как толковать сны, что значит тесны символы на библейском основании. Это Джон Пол Джексон, очень легко запоминающаяся фамилия Джон Пол Джексон. Посмотрите в интернете, гугл вам в помощь. Вы без труда найдете его труды, его проповеди на Ютубе. И Бог через пророка Иоиля, Он обещал нам, что Он будет говорить нам через сны и в Деянии апостолов. Это я хочу завершить вот так обещанием Бога, которое Бог нам дал. Это первая глава Деяния апостолов. это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего. Аминь. Аминь.